Я считаю просто, что есть аксиомы, против которых нельзя спорить, а есть наш национальный выбор и наша национальная судьба. Вот аксиомы являются, например, тезисы сменяемости власти. Это аксиом. Если власть не сменяемая, считай, что будут воровать и нищета. Дальше. Есть аксиомы, что народ должен эту власть избирать. Это аксиом. Есть аксиомы, что пресса должна быть свободной. Если, не дай бог, она не свободная, все, кердык, конец. Не достучишься. Вот эти есть базовые такие законы, которые универсальны и для всего мира годящиеся. Свободная пресса, выборы, сменяемость власти. Независимый суд. И здесь, я считаю, нам выдумывать велосипед не надо и никакого особого пути у нас быть не может. Вот в этой части. Дальше. Где у нас может быть особый путь и он должен быть? У нас абсолютно разные регионы. Кавказ нельзя с Чукоткой сравнить. Это понятно. Поэтому федерация российская, а ее управлять из Москвы нельзя, поэтому она должна быть федеративной. Это, кстати, все понимали, даже Сталин. Вот федерация, она должна быть гибкой. Второе. У нас традиция самодержавия многовековая. Не учитывать это нельзя. То есть те, кто выступает за парламентскую форму правления, должны знать, что это противоречит истории нашей страны. У нас никогда, кроме Новгородского Вечи, не было никакого парламента. А у нас был, но у нас никогда не был доминант. Это тоже наша особенность. Дальше. У нас многонациональная страна. И особенности культурные мы обязаны учитывать. В том числе и защищать культуру и самообытность русского народа. Это очевидно совершенно. Мне кажется, что когда вы говорите про то, что у нас особый путь, то вы должны понимать, что есть вещи, которые мы не обсуждаем. Просто не обсуждаем. Продолжение следует...